Спасибо большое за предоставленную возможность такому высокому научному сообществу предоставить результаты нашей работы и поделиться ими. Любая клиника трансплантации, как и любая онкологическая клиника, это целостный организм, любая система которого должна функционировать чётко и без каких-либо изъянов. Так вот, в каждой из такой клиники существует система кроветворная, выполняющая очень важную функцию и роль этой системы выполняет отделение переливания крови и отделение клинической трансфизиологии, которую представляю непосредственно я. В нашей клинике, начиная с 1990 года, по сегодняшний день проведено уже более 4000 трансплантаций. Мы выполняем все виды трансплантаций, как все виды аллогенных, так и логичных трансплантаций. Пациенты, ареал пациентов, поступающих к нашим клинике, очень велик. Это и вся наша большая, великая страна, и ближайшие зарубежья. Поэтому объём работы у нас всегда большой. Пациенты, нозологии, точнее, которые представлены в нашей клинике, проходят лечение, очень широк. Это и все острые лейкозы, и лимфоидные, и мелоидные, и апластические анемии, мелодисплазический синдром лимфомы, и, конечно же, солидные опухоли, о которых уже говорили выше, практически все, которым показана трансплантация костного мозга. В небольшой период представлю статистику, поскольку с каждым годом нарастает трансплантационная активность и пациентов, и трансплантации становится всё больше. За полных последних 3 года, с 16 по 18 включительно, в нашей клинике было проведено 1172 трансплантации костного мозга, из них 93 трансплантации проведены пациентам детского возраста, из них 158 аутологичных и 235 аллогенных. Справа на слайде вы видите потребление в гемокомпонентах именно этим пациентам, которым проведены 393 трансплантации, именно пациентам детского возраста. Подобные цифры очень велики и говорят о активности донорского звена, которая необходима нам с вами всем, и без которого мы с вами не можем существовать и не можем проводить лечение. Непосредственно отделение клинической трансфазиологии в нашей клинике занимается заготовкой стволовой клетки всеми возможными методами, как интероперационным методом, выполняя операцию милоэксфузии, то есть непосредственно заготавливая костно-мозговую взвесь с последующим отделением костного мозга, так и аппаратный лейкоферез после предшествующей стимуляции колоннестимулирующими факторами. Однако стоит заметить, что такой метод, как милоэксфузия, используется как при аутодонорстве, так и при донорстве у детей-доноров. Это при проведении аллогенных, родственных, то есть от полностью совместимого сиблинга, этот метод возможен. Однако у детей-сиблингов, доноров невозможно использовать аппаратный лейкоферез по причине существующего закона о донорстве, соответственно, эти дети не могут получать стимуляцию и не могут проходить эту процедуру. То есть аппаратный лейкоферез это исключительно аутодонорство в плане проведения последующей аутотрансплантации. Нашими пациентами были в следующих весовых категориях дети. Самый маленький наш пациент это был ребенок 10 месяцев весом 8,7 килограмма. Это сложные дети, особенно дети меньше 15 килограмм. Это такая когорта пациентов, которые часто дают осложнения на аппаратной заготовке. Но об этом чуть позже. Им всем необходимо заполнение экстракорпорального контура донорскими ретроцитами по индивидуальному подбору, что увеличивает гемотрансфузионную нагрузку. И необходимо предшествующее обследование, дабы аферез прошел спокойно и, возможно, без осложнений. На данном слайде представлена схема заготовки гемопоэтических стволовых клеток периферической крови с предшествующей стимуляцией. Эта схема используется как пациентам, так и донорам, но взрослым. Схема одна, но с небольшими поправками. У детей, поступающих в клинику для заготовки ауто-компонентов, для последующего проведения высокодозной химиотерапии с поддержкой аутологическими клетками, используется нами схема стимуляции пятидневная. Формально на четвертые сутки стимуляции колонии стимулирующим фактором мы используем препарат филграстин в дозировке 10-12 микрограмм на килограмм в сутки в один или два приема. Здесь важный момент, потому что чем меньше ребенок, тем сложнее разделить нам дозу. Соответственно, один прием используется именно у маловесных детей, дабы не потерять очень незначительный объем в шприце препарата, чтобы соблюсти дозировку суточную. Итак, на четвертые сутки стимуляции обязательно всем пациентам производится подсчет CD34-позитивных клеток в периферической крови. Этот день у нас называется день самый важный, день Х. Соответственно, при наличии в периферической крови CD34-позитивных клеток в объеме 10-20 и более клеток в микролитре мы производим последующую заготовку на следующие сутки с предварительной постановкой центрального венозного катетера. Центральный венозный катетер должен быть определенного диаметра. Это крайне важно, дабы обеспечить качественную заготовку. Существует такой препарат, как плериксофор, который крайне помогает нам в заготовке. К сожалению, он у нас не разрешен у пациентов детского возраста, но есть небольшая поправка. Европейская ассоциация не затребовала клинических исследований у пациентов детского возраста, что позволяет и нам в том числе использовать этот препарат и у детей, соответственно, после проведения консилиума. И именно этот препарат зачастую, особенно у сильно предлеченных детей, позволяет нам заготовить качественный трансплантат. Особенно это связано с детьми, которым необходимо в последующем тандемная трансплантация. Соответственно, нам необходимо заготовить большее количество клеток. Очень важным моментом является криоконсервирование полученного продукта малыми объемами, поскольку большинство детей именно младшего возраста при трансплантации последующих больших объемов получают большую дозу криопротектора и, соответственно, большее количество осложнений. При замораживании продукта в малых объемах мы не имеем подобных последствий. При аппаратной заготовке, которую мы используем, мы также видим определенный ряд осложнений. Хочу сказать, что наше отделение занимается не только аппаратным методом заготовки стволовой клетки, но и лечением осложнений трансплантации, непосредственно реакции трансплантат против хозяина. Мы используем такой метод, как экстракорпоральный фотоферез. Это тоже аппаратный метод, и это оба метода, они являются хирургическими и ведут к определенным возможным осложнениям и соответственным исследованиям и обследованиям ребенка до непосредственно проведения самого метода. У детей массой меньше 15 кг, 80% на любом из данных аппаратных методов мы наблюдали централизацию кровообращения. Это связано с моделированием острой кровопотери, поскольку забор крови в аппарат идет в достаточно высоких скоростях, и, соответственно, один или два раза за процедуру дети пытаются централизоваться, но нам удается справиться с этими осложнениями, обеспечивая параллельным инфузию изотонических до солевых растворов. Реже происходят такие осложнения, как гипотония, электролитные нарушения, как правило, связанные с цитратной интоксикацией, они тоже все успешно нами решаются. При проведении непосредственно аллогенных трансплантаций у пациентов детского возраста, как у пациентов взрослого возраста, наблюдается ряд осложнений, связанных, как правило, с наличием обинольной совместимости. Это такие проявления, как язнов, тошнота, рвота, артериальная гипертензия, аллергические реакции, фибрилитет непосредственно на саму трансфузию. Наиболее часто возникающие осложнения, такие как артериальная гипертензия, тошнота и рвота, решаются непосредственно в процессе трансфузии, да, возможно, при влечении других специалистов, поскольку мы, как трансфузиологи, не можем производить лечение. Но избежать подобных осложнений мы, к сожалению, тоже не можем, поскольку не всегда возможен подбор донора именно с учетом обинольной совместимости. Ну, она нам не столь необходима, поэтому и возникает такая проблема. При отологичных трансплантациях совсем другая картина. Осложнения связаны в большинстве случаев с токсическим действием криопротектор и с температурой продукта, поскольку по рекомендациям и протоколам и БМТ температура продукта в момент трансплантации составляет около плюс 10 градусов. Греть трансплантат нельзя, увеличивать период трансфузии также нельзя, мы увеличим количество период длительности действия токсического криопротектора на клетке, соответственно мы вынуждены проводить трансплантацию быстро, но и соответственно получаем все нюансы и все осложнения связанные со скоростью трансфузии и именно с криопротектором. И тошнота, и рвота, и ретериальная гипертензия это все как правило проблемы связаны именно с ним, но к сожалению избежать этого невозможно. Что касается потребностей в гемокомпонентах, в 55% случаев аллогенных трансплантаций имеется та или иная степень несовместимости по АБ0. Чаще всего она малая, большая, чуть реже, но именно большая по нашим данным несовместимость АБ0 в последующем требует большего количества гемокомпонентов в посттрансплантационном периоде. На данном слайде вы видите потребление донорских эритроцитов пациентам детского возраста в зависимости от вида терапии. Здесь представлено среднее значение потребления ДОС в зависимости от проведенной трансплантации или вне ее. По нашим результатам наиболее гемотрансфузионно зависимы пациенты после проведения гаплоидентичной трансплантации и аллородственной. Пациенты с аутотрансплантацией имеют не столь значимую потребность в эритроидных компонентах, но разброс их достаточно велик. Это связано и с периодом восстановления и сроком и с мелотоксичностью препаратов, получаемых на этапе кондиционирования. К сожалению, мы с вами не можем предугадать гемотрансфузионную зависимость. Каждый пациент наш индивидуален и персонализированный подход в возможном планировании гемотрансфузионной зависимости крайне важен. Мы с вами обязаны обеспечить качество жизни пациентов на этапе трансплантации, на этапе лечения химиотерапевтического, поэтому обеспечение гемокомпонентов и правильный подход, выбор тактики, выбор дозы, выбор самого препарата лежит на наших с вами плечах. Именно по этой причине наши с вами дети должны получать исключительно качественный продукт. И донорство должно быть широко развито, чем мы в принципе и активно занимаемся. Я благодарю аудиторию за внимание, прошу прощения за свой голос. Увы. Спасибо большое, Полина Сергеевна. Вопросы есть? Аудитория. Можно мне задать вопрос? Конечно. Скажите, пожалуйста, гемокомпоненты крови требуют облучения? У наших пациентов, разумеется, да. Наши пациенты не могут получать не облученные гемокомпоненты именно с точки зрения возможного развития реакции трансплантата против хозяина. Подобные случаи не только в литературе описаны, но и они встречались. К сожалению, даже недавний случай подобной реакции взрослого пациента оказался леталем. Не так давно это случилось. Необлученная кровь была перелита. Соответственно, взрослому пациенту позже корзиологического хирургического вмешательства и в течение двух недель пациент скончался именно от острой реакции трансплантата против хозяина. Поэтому наши пациенты, находясь в иммунной субрессии, категорически не имеют права ни по приказу, ни по нашему здравому разуму получать не облученные компоненты. Это касается всех компонентов, включая дозные трансбоциты, полированные любые и так далее. Скажите, пожалуйста, у нас в нашей стране все получают облученные компоненты крови? В нашей стране все пациенты? Нет, к сожалению, нет. По приказу наши пациенты, это наша иммуносупрессированная онкологическая группа, вся это пациенты неонатального периода, конечно, это недоношенные пациенты и пациенты, изначально находящиеся в иммуносупрессии по какой-либо причине, получают обязанные гемокомпоненты и исключительно облученные. Продолжение следует...